здравствуйте дорогие друзья сегодня хочу вам рассказать о засидке самолази в своем регионе в своем лесу у меня построена я уже показывал видео стационарные засидки делали их уже лет 15 назад ну и периодически каждый год я их просто что-то выходит из строя что-то гниет подправляю стационарные засидки очень удобные в них можно долгое время находиться удобно себя чувствовать размяться если затекают ноги последнее время лет пять шесть я стал часто ездить на охоту на медведя на север там приходится приезжаешь находишь тропу делаешь приваду и на этом месте делаешь засидку засидку на медведя нужно делать высоко если свои засидки на кабана я делаю порядка четырех-пяти метров этого достаточно плюс чтобы отбить запах просто солярочкой полил и все уже кабан тебе не кричуют медведь звери очень обладает очень хорошим чутьем фотографическим зрением и приходится засидку на медведя делать от 6 до 8 метров сами понимаете что на высоте 6-7 метров особо не развернешься нужно поднять весь стройматериал все это там напилить прибить скрепить то есть очень опасная такая работа строить на такой высоте засидки ну и страшно там сидеть особенно ночью когда спускаешься так что приходится пользоваться вот таким вот вариантом это засидка самолаз вот многие называют ее лабаз но лабаз это совершенно другое лабаз строится на столбах там хранятся припасы в основном прячется от зверя чтобы зверь не достал это засидка самолаз ну если приноровиться на ней очень можно быстро залазить на высоту там 10-15 метров легко единственное нужно всегда иметь с собой ножовку чтобы по мере передвижения наверх опиливать небольшие сучки которые будут мешать на протяжении передвижения и минус еще какой то что вот есть такой трос здесь он крепится к стволу дерева не на все деревья можно залезть на деревья с большим диаметром широкие не залезешь вот сейчас трос у меня находится на самом максимуме дерево не сказать что толстая если было чуть-чуть потолще я бы уже не смог залезть но все равно стараешься выбирать максимально толстые деревья потому что на высоте 8-10 метров когда особенно сильный ветер деревья очень сильно шатаются и вверху на самом верху это очень ощутимо и страшновато иногда бывает особенно ночью когда сильно ветер поднимается но еще минус то что здесь не очень удобно на ней сидеть хотя тут сидушка мягенькая такая и можно встать тут есть опора на которой можно постоять размяться если затекают конечности спина плюс этой заситки самолаза просто что она компактная собрался там другой регион на охоту кинул ее в багажник привез быстро залез нашел место охоты сделал приваду залез на дерево не сидишь не нужно ничего строить то есть не нужно 2-3 дня тратить на обустройство заситки тем более сам не знаешь вернешься ты сюда на охоту или нет ну подробно я не буду об этой заситки рассказывать заситка самолаз много в интернете видео в которых подробно рассказывается об этой заситки вещь удобная компактная весит не очень много делается она есть лямки можно сделать ее как рюкзак то есть по лесу можно очень быстро передвигаться еще место охоты ну вот сейчас я немножко встану сейчас езжу спуститься на этом дереве я пиливал сучки ну вот в принципе вот сама сидушка мягкая вот платформа на которой упираются ноги и вот сама это передвигается она но я сейчас не буду залазить потому что снимаю на телефон и как бы если я полезу меня в камере уже в кадре не будет видно передвигается она в принципе вот так вот здесь вот трос который идет вокруг дерева и сама рама которая упирается вот так вот раз застопорился и ногами передвигаешь вот эту нижнюю платформу обязательно при передвижении нужно пользоваться страховочной системой есть страховочные системы разные промышленные альпинисты в основном используют эти страховочные системы очень хорошо помогают потому что хотя тут есть вот такие вот лямки которые связаны с основной рамой и с упором для ног иногда вот этот упор слетает не фиксируется вот если бы не эти лямки проблематично спускаться так что друзья при любых засидках даже на стационарных своих засидках я когда и залазю и сижу если не очень удобно всегда пристегиваюсь страховочной системой так что друзья вот такая вот засидочка самолаз всегда помогает охотнику в различных ситуациях всем всем удачных охот всем здоровья всем пока вот и вот и Продолжение следует...